Вы слушаете «Радио России Ульяновск». К 160-летию со дня рождения великого русского писателя «Радио России Ульяновск» и «Ульяновский молодёжный театр» представляют совместный проект «Читаем. Читаем. Чехова. Чехова. Антон Павлович Чехов. Унтер Пришибеев. Читает актёр театра и кино Ярослав Андронов. Унтер-офицер Пришибеев. Вы обвиняетесь в том, что 3-го всего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волосного старшину Аляпова, соцкого Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и ещё шестерых крестьян, причём первым трём было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаёте вы себя виновным? Пришибеев, сморщенный унтер, с колючим лицом делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя. Ваше высокородие, господин мировой судья, стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. И это дело вышло из-за царства ему небесное мёртвого трупа. Иду это я 3-го числа с женой Анфисой, тихо, благородно смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Нечто в законе сказано, чтобы народ табуном ходил. Кричу, разойдись. Стал расталкивать народ, чтобы расходились по домам, приказал соцкому гнать вза шеи. Позвольте, вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело, народ разгонять? Не его, не его, не его, слышатся голоса из разных углов камеры. Житья от него нету, ваш Схродие. Пятнадцать лет от него терпим. Как пришёл со службы, так с той поры хоть из села беги, замучил всех. Именно так, ваш Схродие, говорит свидетель староста. Всем миром жалимся, жить с ним никак невозможно. С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерёт, за бабами подглядывает, чтоб чё не вышло, словно свёкор какой. На меднись по избам ходил, приказывал, чтобы песней не пели, и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь. Погодите, погодите, вы ещё успеете дать показания, говорит мировой. А теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев. Слушаюсь, хрипит унтер. Вы, высокородие, извольте говорить, не моё это дело, народ разгонять? Хорошо-с. А если беспорядки? Нечто можно дозволять, чтоб народ безобразил. А где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять. Если я не стану их разгонять, да взыскивать, кто же это станет? Никто порядков настоящих не знает. Во всём селе только я один, можно сказать, ваше высокородие. Знаю, как обходиться с людями простого звания. И, ваше высокородие, я могу всё понимать. Я не мужик. Я унтер-офицер, отставной каптенармус. Я в Варшаве служил, в штабе-с. А после того, извольте знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с. А после того, по слабости болезни, ушёл из пожарных и два года в мужской классической прогимназии, в Швейцарах служил. Все порядки знаю-с. А мужик, простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать. Потому, для его же пользы. Ну, взять хоть это дело, к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мёртвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Но нечто это порядок. Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даёшь? Может, это утоплый покойник сам утоп? А может, тут дело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смертоубийство? А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. Что это, говорит, у вас за укащик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Не, что мы без него, говорит, не знаем нашего поведения. Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак, этакой, коли тут стоишь и без внимания. Я, говорит, ещё вчера дал знать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу? По какой статье свода законов? Не, что в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное. Не, что в таких делах становой может. Тут, говорю, дело уголовное, гражданское. Тут, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И первонаперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мирового судье. А он, урядник, всё слушает и смеётся. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит, мировому, говорит, судье такие дела не подсудны. От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал, обращается унтер к уряднику Жигину. Сказывал. Все слыхали, как ты это самое при всём простом народе мировому судье такие дела не подсудны. Все слыхали, как ты это самое меня, ваше высокородие, в жар бросило. Я даже срабел весь. Повтори, говорю, повтори такой-сякой, что ты сказал. Он опять эти самые слова. Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты полицейский урядник, да против власти, а? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадёжного поведения. Да ты, знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит, мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может, только малые дела ему подсудны. Так и сказал. Все слышали? Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. Пойди, говорю, сюда, кавалер, и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении и размахнулся и, конечно, не то, чтобы сильно, а так, правильно, полегонечку, чтобы не смел про ваше высокородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился, но я, стало быть, и урядника и пошло, погорячился, ваше благородие. Ну, да ведь без того нельзя, чтобы не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех, особливо, ежели за дело, ежели беспорядок. Позвольте, за непорядками есть кому глядеть, на это есть урядник, староста, соцкий. Уряднику совсем не углядеть, да урядника не понимает того, что я понимаю. Но поймите, это не ваше дело. Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с? Люди безобразят, и это не мое дело. Что ж мне, хвалить их, что ли? Они, вон, жалятся вам, что я песни петь запрещаю. Да что ж хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, а не песни. А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать, ложиться, а у них разговоры до смехи. У меня все записано-с. Что у вас записано? Кто с огнем сидит? Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает. Которые крестьяне сидят с огнем. Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдат Кшустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его, Мавра, есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на Мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на Мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это Мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор на месяц под арест. За что, говорит он, разводя в недоумении руками, по какому закону? И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, оттягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом. Народ, расходись, не толпись по домам! Готов к труду и обороне! Ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, конечно же, оказали определенное влияние, в том числе и на деятельность подразделений молодежной организации Юнармия. Но не такой характер у российских юнармейцев, чтобы просто сидеть по домам и ждать отмены ограничений. Время не ждет. Юнармейцы спешат учиться, получать новые знания и навыки и помогать тем, кто нуждается в их помощи. О деятельности отрядов Юнармии нашего региона в этот непростой период сегодня мы говорим с начальником штаба регионального отделения Юнармии в Ульяновской области Владимиром Ульяновым. Да, хотя свой отпечаток наложил вот это введение особых условий для проведения мероприятий, но региональное отделение выработало некоторую концепцию для себя и механизм в любом случае проведения онлайн массовых мероприятий, то есть мы сейчас ушли больше, конечно, на дистанционку, создали свою платформу обучающую, на которой дети проходят обучение по 3D-моделированию, обучение основам военной истории, основам военного дела. Открыли школу юнкоров. До введения режима ограничения мы успели открыть центр компетенции инженерного кластера регионального отделения Юнармии, в котором мы сделали уникальную, я так считаю, потому что мы смотрели практики остальных организаций по России, мы не нашли такого. Эта уникальная система называется онлайн-лаборатория, которые подключены через сети интернет юноармейцы, которые проходят на нашей онлайн-платформе обучения и выполняют практические задания. То есть эта онлайн-лаборатория представляет собой законченный ряд станков и оборудования, например, таких как 3D-принтеры, ЧПУ, станки, где стоит один лаборант и все задания, все проекты юноармейцев в одном месте все делают. То есть получается, что юноармейцы они не только теорию изучают, но и в практике получают свои проекты на руки. То есть пока такая лаборатория у нас в России одна, другой не знаем. И она сейчас действует? Да, она сейчас действует, но мы ее постоянно модернизируем, то есть мы ее запустили, проверили, есть недоработки, сейчас опять модернизируем и каждые две недели мы проверяем ее работоспособность на большое количество. В идеале, конечно, это пользование 6-7 тысяч детей этой онлайн лаборатории, которая на нашей платформе уже снабжена обучающими программами. То есть детям у нас сейчас не скучно. То есть они получают программу обучения по самым высоким технологиям. В то же время мы начали создавать Центр военно-тактических игр юноармии. Это площадка закрытого типа с тактическими городками и горно-штурмовой полосой, где дети проходят военно-спортивные дисциплины, проводятся игры по лазер-таку, страйкболу, тактической подготовке и горно-штурмовой подготовке. Это все находится на базе ДК Чкалова, это Крымово-67. Нам навстречу пошел Ульяновский приборостроительный завод, сейчас КРЭД, и передал нам часть площадей ДК Чкалова. То есть мы там сделали ремонт, создали тактические городки и сейчас уже проводили игры, но так как сейчас у нас пока ограничения есть, мы приостановили и готовимся к разрешению на проведение. То есть практически у нас сейчас есть два воспитательных центра, где дети со всей области могут повышать свое мастерство и навыки и получать дополнительное образование. Это новинки, те, которые считаю региональное отделение может гордиться ими. Вы сейчас говорили, что такой лаборатории, как здесь у нас в Ульяновске, больше нет в России, но я думаю, что и таких городков в России тоже не очень много найдется. Есть, конечно, есть в нашем парке Патриот. В Москве? В Москве, да, на Кубинке. Конечно, мы с Министерством обороны не можем тягаться, там бюджет немножко другой, но цели одинаковые и считаем, что тут неважно в каких условиях, если цели и задачи обозначены, их надо просто добиваться и не смотреть, где красивее или функциональнее. То есть могу пример привести с кубинскими боксерами. Они тренируются на улице, вместо канатов веревки и 30-летней давности перчатки выиграют все Олимпийские игры. Кстати, за это время, ну, кроме таких успехов, которые, я считаю, инфраструктурными и увеличением материально-технической базы, мы в условиях коронавируса и ограничений все равно с применением всяких профилактических средств ведем волонтерскую работу. До 9 мая наш штаб региональный и юноармейцы объехали порядка 36 ветеранов Великой Отечественной войны и привезли им продуктовый набор, который совместно с Российским Союзом ветеранов и другими спонсорами мы приготовили и вручили ветеранам уже. то есть ветераны были рады то есть у нас очень много фотографий видео которые мы сделали они благодарят юноармейцев то есть я считаю что действительно ветерану это очень отрадно тут дело даже не столько в самих продуктовых наборах а еще знак внимания вот это дорогого стоит и не только знак внимания а то что они видят что это дети с определенным уровнем дисциплины пришли навестили это дети которые так же думают как и эти ветераны это дети которые так же честуют эту победу которые чтят их память которые знают как тяжело досталось почему а потому что эти дети такую же школу сейчас проходят да в мирное время но они проходят такую же школу которую ветераны получали в свое время да и они дышат одними тем же воздухом и с одними и теми же идеями конечно и ветеранам комфортно и детям кстати поток желающих включиться в юноармейское движение не иссякает нет конечно не иссякает единственное сейчас так как у нас массовые мероприятия запрещены у нас есть метод онлайн приема но мы стараемся его часто не использовать если уж конкретно есть такая задача что дети поставили региональному штабу мы хотим вот именно сейчас не хотят ждать когда имеются ограничения да вот у нас буквально не дама 55 детей из Николаевского района вступили в юноармию то есть они не стали ждать с одной стороны радует конечно то есть это мощный посыл они видят успехи других юноармейцев хотят быть на них похожими я считаю что после окончания ограничений у нас намного увеличится уже есть заявление мы просто ждем окончания ограничений чтобы провести это все торжественно конечно потому что ритуальная часть когда в торжественной обстановке они говорят клятву юноармейца когда им вручают знаки когда они видят что они не одни что у них есть товарищи когда они знают на кого можно равняться конечно это очень большое дело то есть дети заряжаются намного намного времени вперед и я жду когда закончатся эти ограничения потому что мы им столько много мероприятий подготовили у нас мероприятия на этот год на 49 листах из них очень много интересных пока лето мы делаем упор в том числе на экологическую направляющую например мы заключили соглашение сейчас с УГУ опорным вузом по поводу проведения совместных мероприятий туристических походов мы их назвали экодесантами когда дети выезжают ну мы географию этих походов примерно решили вдоль Волги провели реконсировку посмотрели самые загрязненные места посмотрели места где можно разворачивать туристические стоянки сделали положение проработали вопрос по питанию проработали вопрос по доставке сюда готовы соорганизаторы войти и министерство молодежного развития и федерации многие спортивные которые готовы присоединиться некоторые военные части и мы создали программу совместную где дети будут начиная с дополнительного образования которое будут педагоги УГУ давать заканчивая общественно полезной работой экоактивизмом и также изучением военных наук которые будут проводиться вот первый туристический поход мы планируем в район Красного Яра Чердахлинский район уже съездили посмотрели места классные еще убрать и будет вообще красота это вот одно из наших направлений также у нас мы планируем это стрелковое многоборье где наши юнормейцы будут показывать навыки и выучку по стрельбе из пневматического оружия как пистолет винтовка так и из лука и арбалета с элементами силовой подготовки планируем проводить это все на стадионе первой гимназии ну опять же при условии снятия ограничений и наконец самая наша фишка это проведение олимпиады по инженерно-техническим направлениям и специальностям где дети на время будут проводить 3D моделирование и в конце практически выполнять свою работу до момента когда их модель полетит или не полетит дети же не просто должны красиво маршировать петь но и также получать полезные для них навыки которые пригодятся для поступления в высшие военные заведения или другие вузы да вообще это по жизни пригодится конечно то есть у нас дети знают основы медицины они знают основы выживания основы военной службы ну и мы даем им определенный уровень дисциплины который им поможет в любых случаях жизни как в работе учебе так и в службе в рядах вооруженных сил мальчишки и девчонки мы родине верны и где бы нас на свете не спросили мы юные армейцы защитники страны стоим на страже родины России с рождения мы вместе с любимой страной мы в школах создаем свои дружины во благо общих целей мы дружно стали строй когда мы вместе мы непобедимы юная армия юная армия юная армия вперед мы помним наши славные победы за правду за свободу за веру за народ конца вещай нам отцы и деды юная армия юная армия юная армия вперед за нами наша родина Россия к великим достижениям юная армия зовет идем в строю и верим в свои силы юный армеец будь верен отечеством будь защитником слабых стремись к победам иди здоровый образ жизни чти память героев будь патриотом и достойным гражданином России пока мы молодые но в нас горит огонь единство дружбы и патриотизма мы помним наших предков не сломленных войной отдавших жизни за свою отчизну мы многому научимся у дедов и отцов и приумножим навыки и силы мы вырастим могучими из маленьких лицов и будем строить новую Россию патриоти Субтитры подогнал «Симон» В прошлом году исполнилось 80 лет Ульяновскому линейному отделу МВД России на транспорте. Все эти годы в коллективе бережно сохраняются и приумножаются традиции наставничества. Недавно здесь вновь чествовали наставников сотрудников транспортной полиции разных лет. Навстречу были приглашены наставники-ветераны, уже ушедшие в отставку, но не теряющие связь с транспортной полицией. И офицеры, которые сегодня служат в рядах Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте и обучают навыкам своей профессии начинающих сотрудников. Начальник Ульяновского линейного отдела, полковник полиции Виталий Самодуров поблагодарил наставников за воспитание молодого поколения, за сохранение традиций коллектива и передачу их будущим поколениям сотрудников транспортной полиции. Кстати, сегодня в Ульяновском линейном отделе МВД России на транспорте служат представители нескольких династий сотрудников органов внутренних дел. Назову для примера такие фамилии, как Шпаровы, Мельниковы, Пожитковы. О том, как встречают и обучают молодых сотрудников в Ульяновском линейном отделе МВД России на транспорте, мы беседуем с ветераном Виктором Петровичем Чуваевым, много лет прослужившим в Ульяновском линейном отделе начальником отделения уголовного розыска. Наша беседа состоялась в музее Ульяновского линейного отдела, где на музейных стендах соседствуют фотографии и самого Виктора Чуваева, и его учеников. Виктор Петрович, когда к вам приходили молодые сотрудники, только-только начинали работать с транспортной милицией, как вы их встречали, как вводили в курс дела? Не сразу же давали самостоятельную работу, я думаю? Конечно, нет. Сначала рассказывали суть дела, в чем заключается наша работа. В чем заключается работа уголовного розыска. Непосредственно он приходил ко мне в отделение уголовного розыска. В чем заключается смысл нашей работы в уголовном розыске? То есть профилактика и раскрытие всякого рода преступлений. Знакомим его с отделом, с работниками, со всеми. Знакомим его с материалами раскрытых, нераскрытых дел. Стараемся, чтобы он принимал самое, что ни на есть, активное участие в раскрытии преступлений. Обязательно его присутствие с нами вместе на местах преступлений, совершенных на железной дороге, конечно. Мы обслуживали железную дорогу. Пассажирские поезда, грузовые поезда, вокзалы, речной порт даже был в нашем распоряжении. Какие-то поручения даете? Обязательно поручения. Вначале несложные? Несложные, естественно. Кого-то опросить, кого-то доставить, добыть документы и все такое прочее. Он пришел на работу с тем, чтобы научиться раскрывать, раскрывать и еще раз раскрывать преступления, совершенные против населения. Во-первых, он прикреплялся к опытному оперативному работнику. Идут вместе, на осмотр место происшествия, идут вместе в засады. Особенно вот у нас в те времена, 50-е до 70-х годов, на станции Ульяновск 1-й была грузовая станция. Вот он там набирался опыту, как себя вести на месте происшествия, обнаружить там следы, обнаружить улики разного рода. Потом все это дело он же сам скреплял и докладывал. Потом, по мере того, как он набирался опыта, он уже становился самостоятельным опером. А это уже требовалось от него ответственности за проделанную им работу. У меня непосредственно опыт набирался оперуполномочиями Гуров Николай Михайлович. Прямо из армии демобилизовавших пришел к нам. Проживал он где-то рядом со станцией Шарлова. Ездил сюда, ознакомился. И из него получился исключительно опытный работник. Он стал опером, старшим опером уголовного розыска. И в конце концов, начальником линейного пункта милиции станции Ульяновск-Центральная. Это была у нас важнейшая станция. А начинал вот у вас. А начинал практикантом. Там на Первом Ульяновске. Я вам покажу одного ученика. Это вот непосредственно тоже молодым учеником. Безняков Юрий Викторович. Начинал работу с инспектора детской комнаты. Но в связи с тем, что он был очень дотошный, что ли, прям вот вникал. Если где-то что-то случилось, он не мог, чтобы его не взяли. Он просился, ради бога, возьмите меня с собой. Я хочу быстро научиться. Выучился. Он дошел тоже до старшего оперуполномочия уголовного розыска. Но в связи с обстоятельствами с ним он вынужден был уехать в Сибирь. И в Сибири закончил службу полковником милиции. Ушел на пенсию. Сейчас жив-здоров, работает в Москве. Замечательный мужик. Вы своими учениками гордитесь? Я горжусь. И очень-очень доволен их работой. А это вот тут ваша фотография? Моя курсант с арабской школы милиции. Вы только-только прибыли сюда, да? Нет, я еще не прибыл. Я еще учился там. Ну, а когда сюда прибыли, вас тоже так же встретили? Да, меня сразу прикрепили к старшему оперуполномоченному Архипову Андрею Тихонычу. Это один из опытнейших работников на транспорте, работников уголовного розыска. У него было и с чем он учится. И я благодарю Бога за то, что я попал к такому педагогу. Он потом был начальником линейного пункта на станции Ульяновс-Центральной некоторое время. Потом, вот благодаря его огромным познаниям специальности, он был переведен в УВД по их просьбе и был назначен начальником железнодорожного райотдела милиции. Потом его перевели в город Дмитровград начальником городского отдела, где и закончил свою службу подполковником милиции. Это мой учитель. И я горжусь, и я очень рад, что именно не к кому-нибудь, а именно к нему. Вас прикрепили? Да. Вот она, преемственность поколений. Сначала он обучал вас, а потом вы уже обучали следующие поколения. А потом уже, да, совершенно правильно. Обучал Гуров, Безняков. Это были замечательные люди, которые набирали опыты не только у меня, но и у моих товарищей. Вот они все товарищи. Горельцев, Павлов, все вот это вот. Плеяда. Да. Вы слушаете вечернюю программу радио Государственной телерадио компании «Волга», которую для вас подготовили звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok